От твоего салата меня ужасно тошнит. Ну вот, теперь я окончательно потерял аппетит. Если бы мясоеды вели себя как веганы... Как долго ты употребляешь мясо? Я ем только мясо. Я собираюсь пойти на фестиваль местных стейков. А ты идёшь? Да, я хотел бы заказать рулеты из тофу. Только я не хочу тофу. Скажите, у вас есть курица со вкусом тофу, чтобы заменить мне эти самые тофу. Не то чтобы поедатели овощей плохие люди. Просто они все ужасные люди. Эта сосиска является натуральным мясным заменителем огурца. У неё вкус и текстура, как у настоящего огурца. Только без огурца. При поедании овощей ты накапливаешь слишком много щёлочи. Это точно тебя убьёт. Тебе бы этого хотелось? Тебе нужно мясо, чтобы быть здоровым и цвести. В мясе всё необходимое. В этом мясе полно углеводов. Косатки душевно более совершенны, чем люди. А они поедают только тюленей. Это значит, что люди тоже должны есть мясо. Потому что это наиболее духовно развитая диета. Из-за косаток. Растения дают кислороз. Зачем вы их едите? Хотя вы представляете, насколько опасны олени, когда вы едете за рулём? Если вы не убьёте оленя, то вы подвергаете опасности как минимум одного человека. Мир был бы намного безопаснее, если бы мы могли есть животных, которые могли бы съесть нас. Брокколи? Это то, что ест моя еда. Это еда моей еды. И я не в восторге от того, что ты это ешь. Нам нужно кушать амурских тигров, чтобы помочь им вымереть. Таким образом, они смогут существовать внутри вас и ваших детей целыми поколениями. Лучшие шансы выживания этого вида – это убить и съесть их. Этот кокос хотел вырасти на кокосовом дереве. Зачем ты его ешь? Я бы никогда не смог съесть растения, которые вырастили на тесной ферме. Выращивают в нечеловеческих условиях. Между ними расстояние всего несколько сантиметров. Их держат в земле против их воли. Ты никогда не думала стать мясоедом, чтобы помочь спасти планету? Или тебе просто наплевать на землю? Ты видел эту конспиративную документалку? Ты должен её посмотреть. Она такая тяжёлая, там показывают, как растения убивают, и все эти отходы с растительных заводов, и просто ужасные кадры с насилием над растениями. Растительная ферма – номер один убийца на планете. Как только посмотришь, ты больше не сможешь есть растения. Как только он начал делиться со мной своими эмоционально заряженными мнениями по питанию, я сразу же подумал стать мясоедом. Джей Пи – это самый нелогичный человек, которого я когда-либо видела. Говорить, что ты такой – это признаки щелочного избытка в организме. Это делает вас грубым и тугодумом. Чтобы стать менее злым человеком, не забудьте подписаться на канал Папа Джестифая. Все мясоеды собираются в одном месте. По-моему, это прекрасно. Отдай мой стейк. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. Все ссылки в описании под видео. На самом деле, вы обо всём говорите вообще-то. Но по какой-то причине мои подписчики просят меня поговорить с вами о сексе. Мне кажется, они думают, что вы можете меня обучить чему-то. Не знаю почему, но они заставили меня обратиться к вам, ребята. Ну я мог бы показать тебе кое-что? Субтитры сделал DimaTorzok